Теперь нынешняя молодежь считает, что она все найдет в интернете, а учиться она не хочет. Научился на фондовом рынке как бы играть, поэтому оно мне в принципе не нужно. Ты можешь создать бизнес, который будет работать на тебя, ты будешь отдыхать где-нибудь на Гуа и кайфовать. Пугает ваша любовь к деньгам и к роскоши. Поэтому нужно рассматривать все-таки с позиции перспектив, а не с позиции опасности и рисков. Здравствуйте. Отцы и дети. У нас зачастую разные ценности, приоритеты и цели. И все же сможем ли мы понять и в итоге принять друг друга? В прямом эфире ток-шоу «Отцы, не дети». И сегодня поговорим об интеллектуальном капитале. Ориентируясь на успешных людей, молодежь зачастую считает, что зарабатывать деньги просто, а учиться для этого не нужно. Проверим, так ли это. Ну а я напомню, что каждый желающий может проголосовать на сайте нашего проекта в прямом эфире и выбрать «Да» или «Нет». Спасибо, что вы с нами. Успи попасть на марокон счастья. Открой финансовые чакры. Стань успешным. Карта желаемая. Ты просто ежедневно смотри на визуализацию своего штуки. Курсы по настрою всего недели. За 10 тысяч. И через месяц ты, Леонер. Отцы и дети – это часто спор, иногда переходящий в скандал. Но где истина и кто прав? Можно ли договориться или время безжалостно разделило нас и наших детей? Ведущие выслушают все точки зрения. Зрители проголосуют. И вместе мы будем искать пути к согласию. Необходимо ли образование сейчас? Дает ли пресловутый диплом преимущество в дальнейшей профессии, в трудоустройстве или в открывании собственного бизнеса? Давайте узнаем, что по этому поводу думают зрители в студии. Хм, да с интеллектуальным этим капиталом сейчас вообще беда. И сказать спасибо мы должны этому 90-м годам, когда развалился союз, а потом, соответственно, и образование. И теперь нынешняя молодежь считает, что она все найдет в интернете. А учиться она не хочет. Может быть, еще 20 лет назад то, что вы говорите, было актуально. Но сейчас уже нет, время изменилось. Если у тебя есть мозг, ты можешь создать бизнес, который будет работать на тебя. Ты будешь отдыхать где-нибудь на Гуа и кайфовать, и все. Меня пугает ваша любовь к деньгам и к роскоши. Нежелание учиться работать. Это базовые ценности любого общества. Все изменилось, мир развивается очень стремительно. Времена всегда одинаковые, и всегда есть ценности образования. Мне фундаментальное, фундаментальное образование никому не нужно. Сейчас все можно в интернете погуглить. А я хочу сказать, что я во многом согласен с молодыми людьми, во многом. Потому что действительно наша Россия словилась талантами. Не все великие открытия и изобретения создавались людьми, у которых было высшее специальное образование на этих вещах. Но, да, что сейчас происходит? Много молодых, богатых людей, много миллионеров есть среди них на машинах. Но ведь элементарные слова без ошибок не напишут. Достоевского от Кукузова не отричат. А то, что там на Бородинском без них было, кто с кем боевал? Мы только что выслушали мнение обеих сторон. Я предлагаю проголосовать, и голосование будет звучать следующим образом. Всегда ли наличие образования гарантирует хороший заработок? Голосуем, да, нет. Предлагаю достать свои гаджеты и проголосовать в студии. Ну, а тем людям, которые смотрят нас в прямом эфире, я предлагаю проголосовать на сайте нашего проекта, также выбрав да или нет. Голосуем! Я, как вижу, уже появились результаты. 73% говорят, что да, образование, оно, в принципе, гарантирует тебе заработок хороший, без него тебе никуда. Ну, а 27% до сих пор уверены, что можно хорошо зарабатывать, не имея образования. Отцы не согласны, что все способны на умственный труд. Но ведь и раньше не все попадали в институты, а кто-то шел в ПТУ или вообще никуда не поступал. Давайте поглубже изучим эту историю, и у нас в студии сегодня Степан и его отец Владимир Данилович. Отец очень сильно беспокоится за судьбу сына, а стоит ли? Давайте выясним. Мне сегодня экономичка двойку поставила. Я вообще не знаю, что она понимает в экономике. Я нашел новую крипту, она круче, чем биткоин. Смотрел парня в ютубе, он просто гений. Я уверен, я наварю на этом миллион. Я сегодня был на конференции «Бизнес для молодых». Зачем мне учебу в универе, если здесь собралось более двух тысяч крупных предпринимателей? И всего лишь за пять тысяч рублей я со всеми ними познакомлюсь. Они мне расскажут, во что правильно вложиться и какая тема сейчас будет выгодней. Хай всем. Я сегодня удачно вложил сто тысяч и прошел краткие курсы по ценным бумагам. Я стану миллионером. Ну что, Емеля на печи получается. Сам лежишь, ничего не делаешь, а деньги текут рекой. Ну да, вроде мультик, да, такой был? Был, был и не только мультик. Степан, вы студент, где-то учитесь, на каком курсе? Да нет, я девять классов закончил и в колледж ушел. А там я подумал, что высшее образование я в принципе не потяну. Да и научился на фондовом рынке как бы играть. Поэтому оно мне в принципе не нужно. Степан, ну скажите, вот как вы считаете, вот ваше вот это вот ютуб образование, оно вообще до хорошего доведет и насколько оно вам сильно помогает? Ну да, я как бы в образование не верю, я верю в себя, как бы свои силы, умения. Оно мне как бы приносит удовольствие. Я сам себя обеспечиваю уже два года, сейчас квартиру снимаю. Но ты же понимаешь, что это всегда риск, когда ты во что-то играешь. Откуда у тебя деньги? Вдруг ты прогоришь и все. Ну поначалу отца деньги брал, а сейчас свои деньги кручу. Ну, Николай Данилович, судя по всему, вы не очень довольны успехом своего сына и вам не очень нравится то, что он играет на бирже. Да он просто пыль в глаза пускает. Никаких миллионов он не зарабатывает. Он как игроман. То выиграет, то проиграет. А потом мы платим по его долгам. Не, ну вы извольте, я с вами не соглашусь, например. Вот сейчас очень много криптовалют всяких. Сейчас все на бирже играют, фьючерсы покупают, в фондах участвуют. Ну да, это, конечно, как казино. Ну иногда просто не везет. Жить вообще рискованно. От жизни, знаете ли, умирают как бы. И да, бывает иногда у меня падение, когда в минус ухожу. Но я ж не расстраиваюсь, это меня только раззадоривает. Николай Данилович, скажите, а вы считаете себя успешным человеком? Да, считаю себя успешным человеком, потому что у меня отличное образование, несколько патентов на изобретение, докторская диссертация. У нас хорошая квартира, есть загородный дом и отличная машина. Скажи, Степан, а ты считаешь своего отца успешным человеком? Да нет, конечно. Я каждый день вижу, как он постоянно с работы уставший приходит. Он даже в зал толком сходить не может. Мне вот такое не подходит. Я не хочу всю жизнь копить на машину, там, квартиру. Да, сегодня дети совсем другое поколение. На самом деле, многие люди, которые выросли, родились и зарабатывали в 90-е, не понимают, что такое фьючерсы, тиктоки, биржи и так далее. Но давайте вспомним и давайте посмотрим, каково им было в 90-е, как они зарабатывали себе на хлеб. Биндак новый купим, на море съездим. Квартиру в кооперативную возьмем. Куплю же мне сапоги. Людк, а, Людк, а какой у тебя размер, а? Срочная новость. Крах акционерного общества МНМ. Сергей Мавроди объявил о снижении... Что? Что? Добыть этого не может, Людка, слышала? Я так хотел на море. Ну я и дурак. Возле центрального офиса МММ собрались вкладчики, которые потребовали от сотрудников налоговой службы прекратить самоуправство и вернуть их накопление. Ну что ж, довольно неплохое получилось новогоднее конфетти из акций МММ. В то время, в 90-е годы, было очень мало возможностей заработать и покормить семью. Поэтому МММ, как вы понимаете, это не от хорошей жизни. Но тогда это все было в диковинку, в новинку. И поэтому мы не знали, какой будет результат. Но сейчас-то уже все понятно, чем занимается Степан. Это такая же пирамида, и рано или поздно она рухнет. Да, но в 90-е прогорали не раз и не два. Пап, ну подожди. Вот мне хочется у Степы спросить. Степ, почему ты не можешь, допустим, приобщить папу к своему занятию любимому? Вы бы в четыре руки спокойно на акциях там игрались. У него, тем более, опыт есть хороший. Да я его спрашиваю, он меня даже сушить не хочет. Есть вероятность, что без эксперта нам в данном случае опять не разобраться. Я предлагаю пригласить сюда Юлию Белозерова. Уж она-то нам расскажет, что к чему. Юлия Белозерова. Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой продюсерского мастерства ГИТР, специалист в сфере развития интеллектуального капитала. Юлия, здравствуйте. Скажите, как помочь родителям принять тот факт, что появились новые, более привлекательные для молодежи профессии, такие как тиктокер, ютубер, а старые уже не так интересны? На самом деле это же нормальная вещь, это же течение жизни. К этому надо спокойно отнестись и правильно, и смотреть в будущее, потому что те профессии, которые сегодня на коне, они завтра уже, возможно, станут никому не нужны. Потому что ведь есть же мнение, что бухгалтер будет не нужен, искусственный интеллект всю учетную компанию проведет для фирмы. Водитель будет не нужен, потому что будут управляемые, радиоуправляемые, автобусы те же самые. Поэтому жизнь идет, все меняется. А скажите, а вам не кажется, что легкие деньги дадут ребенку несколько неправильное представление о легкой жизни? Я понимаю ваше беспокойство, но дело в том, что быть ютубером или блогером, или работать в интернете, в сети – это не легкие деньги, это тяжелый труд, каждодневный. Более того, там нет вообще выходных, нет времени для себя. Человек погружен в свою эту профессию 24 на 7. Поэтому нужно рассматривать все-таки с позиции перспектив, а не с позиции опасности и рисков. Юлия, скажите, пожалуйста, что делать тем родителям, которые не нашли компромисс со своими детьми в выборе их будущего? Я думаю, что в первую очередь любить своего ребенка и помогать всем, чем ты можешь. А в данной ситуации нужно дать больше информации и больше свободы, потому что нужно понять, что дети могут анализировать, они могут принимать решения. Более того, за них никто это не сделает. Ваше дело – просто поддержать. Юлия, спасибо за ваше мнение. Это очень мудрое мнение, это очень мудрый совет. И я считаю, что все-таки после этого родители и их дети найдут общий язык и смогут шагнуть вперед в светлое будущее. Сейчас у меня вопрос к нашим зрителям. Поменялось ли их мнение? И я предлагаю сейчас проголосовать. Давайте начнем. Итак, ну поставим вопрос простым способом, да? Играть на бирже – это хорошо, как заработок, или плохо? Да или нет? Голосуем. Ага, 60% у нас за то, что это не лучший способ зарабатывать деньги. И все-таки целых 40% считают, что играть на бирже – это хорошее занятие. Все профессии нужны, все профессии важны. Я думаю, что этот стих не устареет никогда. И с каждым днем будут появляться все новые и новые профессии. А тенденция такова, что работа действительно уходит в интеллектуальную сферу. Остановить время невозможно. Ничего удивительного, что подрастающее поколение лучше чувствует тенденции и направления развития. Отцам нужно больше прислушиваться к своим сыновьям, и тогда все точно будет как надо. Это были «Отцы, не дети». Увидимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!